Всем добра, друзья, с вами Димас, и я приветствую вас на канале Links. Если ты зашёл на это видео, то тебе, вероятно, интересно, как улучшить качество звука в твоих видео или стримах. Очевидно, что для качественного стрима нужен хороший микрофон, потому что при плохом звуке твой контент вряд ли положительно оценят. Однако, если у тебя нет нормального микрофона, то звук вполне реально обрабатываете во время самой трансляции. Недавно я делал ролик с обзором моего нового микрофона Rode NT-USB. Если кому-то интересно, в описании можете найти ссылку на это видео. И сейчас на примере Rode я поделюсь своим опытом, как можно обработать звук всего за пару минут и как эту обработку потом встроить на твой стрим. Но перед началом видео я хочу порекомендовать тебе свою группу ВКонтакте. Там ты сможешь найти подробную информацию о канале, задать интересующие вопросы и даже заказать превью, оверлей или монтаж видео. Если это тебя заинтересовало, буду рад видеть тебя в своей группе. Ссылка на неё в описании. Итак, для начала нам нужно перейти в программу Adobe Audition. В отличие от Udacity, она мне кажется гораздо более удобной. Окей, давайте сначала я запишу какой-то пробный сэмпл. Центр чёрной дыры называется сингулярностью. Это область, где вся масса сжимается до почти нулевого объёма. Теперь, чтобы обработать нашу запись, мы можем выбирать эффекты либо на панели сверху, либо во вкладке Effects Rack. Второй вариант мне кажется более удобным, поскольку в любой момент мы можем отключить какой-либо эффект. Заходим в фильтр NDQ и здесь выбираем 20-полосный эквалайзер. Здесь у вас будет всё по нулям, и вам нужно выставить такие же значения, как у меня. Я могу применить уже созданный эффект, который вы также можете сохранить, нажав на кнопку справа от пресетов. Теперь мы заходим в амплитуду и компрессию и выбираем Dynamics Processing. Здесь мы немного приподнимаем вот эту линию. По дефолту она у вас будет выглядеть вот так. И первую точку мы поднимаем чуть вверх, а вторую ставим примерно на значениях минус 60 по горизонтали и где-то минус 57 по вертикали. И последний эффект, который нам нужен, это Single Band Compressor. Изначально он будет выглядеть у вас так, и вам нужно будет снова выставить те же значения, что и у меня. Компрессор будет выравнивать ваш звук таким образом, чтобы он имел один и тот же уровень громкости на протяжении всей записи. Что ж, давайте прослушаем, что у нас получилось. Центр чёрной дыры называется сингулярностью. Это область, где вся масса сжимается до почти нулевого объёма. Теперь, чтобы применить эти эффекты, нам нужно просто нажать на кнопку Apply, после чего сохранить наш файл. Кстати, чтобы не настраивать эти эффекты каждый раз, вы можете сохранить свой пресет под каким-то названием и просто применять его для всех следующих записей. Теперь, для того, чтобы использовать этот пресет на стриме, нам нужно скачать и установить виртуальный аудиокабель. Здесь вам надо будет скачать версию 4.60, поскольку со старой версией у вас будут проблемы относительно звука во время стрима. Скачиваем виртуальный кабель и устанавливаем его, учитывая разрядность вашей системы, 64 или 32 бита. Далее переходим в Adobe Audition, идём в Edit, Preferences, General и в настройках звука вместо динамиков ставим виртуальный кабель. Дальше нам нужно создать мультитрек-сессию, где, собственно, и будет происходить наша обработка. Здесь включаем последние две кнопки, на вход ставим наш микрофон, а на выход наш аудиокабель. После этого во вкладке Effect Track выбираем наш пресет. И всё, что нам останется сделать, это перейти в OBS и сменить устройство с микрофона на аудиокабель. Теперь ваш звук будет транслироваться уже в обработанном виде. Единственное, во время стрима Adobe Audition должен быть всегда включен. Ну и в принципе на этом всё, если этот ролик был вам чем-то полезен, вы можете поставить лайк и подписаться на мой канал. А с вами был Димас, до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...